Время региональных вестей на телеканале «Россия». В студии работает Анастасия Матросова. Здравствуйте! И в этом выпуске расскажем о главных событиях в регионе. Реализацию государственной программы развития здравоохранения Чукотского автономного округа за 2022 год обсудили депутаты региона. На днях в Думе Чукотки прошло расширенное заседание. Собравшиеся заслушали доклад, исполняющий обязанности начальника окружного департамента здравоохранения Туяны Банеевой, а также рассмотрели имеющиеся проблемы в отрасли. Все подробности в нашем сюжете. 4 миллиарда 400 миллионов рублей было выделено на государственную программу развития здравоохранения Чукотского автономного округа в 2022 году. Из них 90% составляют средства окружного бюджета. Они позволили закупить иммунобиологические препараты, изготовить 307 зубных протезов, провести вакцинацию против пневмококовой инфекции, завершить капитальный ремонт ФАПа в Нулигране и участковой больнице в Мельнепыльгина, а также закупить 27 единиц медицинского оборудования и 3 единицы автотранспорта, приобрести 51 медицинское изделие для реабилитации пациентов, 2608 пациентов получили специализированную помощь, из которых 270 человек были направлены на лечение за пределы округа. Всего в минувшем году было выполнено 245 санитарных авиарейсов, на которых было вывезено 422 человека. Однако двух показателей достичь не удалось. В рамках регионального проекта борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями у нас недоступны только показатели, но это больничная летальность от инфаркта миокарда и больничная летальность от острого нарушения своего кровообращения, которые, соответственно, приводят к повышению показателей, достижению показателей смертности от болезни системы кровообращения. И недостигнутые показатели, тут есть и объяснимые причины по детской, молоденческой смертности. Смертность детей в возрасте от нуля до 4 лет. Вопросу смертности детей в возрасте от нуля до 4 лет уделяется особое внимание. Показатель в регионе за прошлый год достиг 15 промилле или 8 человек. Из них три ребенка погибли от заболеваний, связанных с нарушением здоровья, остальные по социальным показателям. Также в центре внимания остается борьба с онкологическими и сердечно-сосудистыми заболеваниями. Для онкобольных закуплено специализированное медоборудование, а на базе окружной больницы открыто отделение по лечению сердечно-сосудистых заболеваний. Особый акцент сделан на решении кадрового вопроса, но все упирается в жилищную проблему. Как только появляется специалист, мы тут же пишем глава муниципальных образований. Едем, просим обеспечить жилье. Ну вот и здесь у нас начинается проблема. На сегодняшний день у нас, скажем так, глобально, я думаю, еще с ремонтом общежития, завершением ремонта у нас все-таки в городе Анадыре значительно продвинется эта проблема. Учитывая то, что на сегодняшний день у нас 15 студий и квартиры уже, и еще 7 квартир у нас в конце года мы выкупили сейчас дальше финансирование, ремонта и обустроив. 7 студий, да? Ну, во всяком случае, приглашать, вот тех же приглашать узких специалистов. Участники заседания в Окружной Думе предложили увеличить финансовую поддержку для привлекаемых на Чукотку кадров. Например, как на Сахалине, до 3 миллионов рублей при условии, что специалисты отработают здесь не менее 5 лет. Также в регионе требуется реконструкция и обновление инфраструктуры здравоохранения, которая глобально проводилась 20 лет назад. Если не будет системного подхода, опять же, под анализу этой инфраструктуры, какой-то дорожной карты, капитального строительства, промышленности, ну вот мы будем звучать, что в нашей больнице, естественно, если не работает, скажем, нет воды, как можно лечить зубы? Депутаты также отметили необходимость изменения положения в программе по льготному зубопротезированию с учетом постоянной проводимой индексации пенсии и заработной платы пациентов, влияющей на льготы, положенные для проведения зубопротезирования. Кроме того, прозвучали предложения о необходимости пересмотра условий грантовой поддержки различным общественным организациям, проводящим профилактическую работу по борьбе с алкоголизацией населения. По итогам заседания Совет Думы выработает рекомендации и направит их в окружное правительство.